Латвийский тренер рассказал о своём опыте пребывания на Олимпиаде в Пекине. Мартин Шрубинис в своё время завоевал первую в истории его страны медаль на зимних играх. Это было в Турине в 2006-м. В Пекин он поехал в качестве тренера мужской команды по санному спорту. Рубинис также общественный активист. Он много лет говорит о нарушениях прав человека в коммунистическом Китае. Ещё до поездки он серьёзно обдумывал, стоит ли ему ехать, поскольку для него это может быть небезопасно. «Когда я узнал, что Олимпиада будет в Китае, я очень расстроился. Я понял, что мне придётся решать, ехать или нет». Приняв решение ехать, Рубинис не был уверен, что сможет получить визу. Много лет он участвовал в акциях, которые разоблачали преступления китайской компартии. В 2006-м объявил голодовку напротив китайского посольства в Латвии. Так он выразил протест против практики насильственного извлечения органов в Китае. С визой проблем не возникло, поскольку Рубинис не только тренер команды, но и член Олимпийского комитета Латвии. Однако ради безопасности данных он удалил с телефона все контакты. «Я не взял в Китае никаких личных электронных гаджетов. Я даже своими кредитными карточками не пользовался, чтобы за мной нельзя было следить». Говорит, что при входе в деревню его поразила система слежения. «На мне была маска и кепка. Но когда я проходил через ворота, на экране появилось моё лицо и все мои личные данные». То есть аппарат распознал его только по глазам. Внутри везде были полицейские. Даже в столовой. Ещё до Олимпиады правозащитные организации призвали спортсменов и всех, кто едет на игры, не поднимать вопросов нарушения прав человека в Китае. Они предупреждали, что это может быть опасно. Но Рубинис всё же решил воспользоваться возможностью и сделал заявление на пресс-конференции в Пекине. Он сказал следующее. «Самая жестокая вещь, которую по-прежнему совершает китайская компартия – это насильственное извлечение органов у хороших и добрых людей, китайских граждан, которые просто являются узниками совести». Полицейские стояли совсем рядом, но Рубинис решил не отступать. «Я чувствовал, что это мой долг. И очень важно, когда люди из свободных стран, люди, которые понимают, что происходит в Китае, говорят об этом». Власти Китая пытались вмешаться. Посольство в Риге вызвало главу Олимпийского комитета Латвии на беседу. Однако тот обозначил, что все члены комитета имеют полное право высказываться так, как считают нужным. Латвийская команда снова завоевала бронзовую медаль, и тренер уже вернулся домой.